23 февраля исполняется 30 лет с момента образования Вооруженных сил Республики Таджикистан. С каждым годом ряды Министерства обороны страны пополняют все больше девушек. Мечтает туда попасть и 15-летняя Динора Хабибова. Девочка сейчас учится в Московском кадетском корпусе. Абубакар Ифазулоев продолжит. Московский кадетский пансион воспитанниц Министерства обороны России престижная школа с военным уклоном. Сюда сложно поступить и еще сложнее учиться. Распорядок дня, как в армии. Подъем в 5 утра, зарядка, завтрак, уроки и дополнительное образование. В пансионе учатся только граждане России. Исключение сделали всего единственный раз для ученицы 7 класса Диноры Хабибовой из Таджикистана. На все ее просьбы поступить из пансиона получала отказ. Но желание Диноры было настолько сильным, что она решила обратиться за помощью к президенту Эмумали Рахмону. Мой тренер, я ходила на бокс до этого, он мне посоветовал для развития ног походить на баскетбол. И я пришла сюда, удивилась, как тут очень грамотные девочки, очень умные, красивые девочки. Я с ними, конечно, уже познакомилась, было очень интересно. Они рассказывали, как им тут живется, что они тут делают, ну, расписание дня. И я очень сильно хотела, и прямо папа умолил, папа, можно, пожалуйста, сюда поступить. И мы написали письмо нашему президенту, и он мне помог сюда попасть. Я благодарна ему. В пансионе Динора образцовые кадеты в учебе и в спорте всегда показывают отличные результаты. Благодаря лидерским качествам ее назначили старостой группы. Она имеет достаточно твердый характер. Что еще можно сказать? Она хорошо преодолевает трудности. Трудности бывают у всех, и ее отличает тот факт, что она никогда не опускает руки. Она хороший друг, она всегда придет на помощь девчонкам. Она была в группе, которая помогает отстающим девочкам в учебе. И поэтому, да, если есть какие-то проблемы, мы можем к ней обратиться. Салом, сынок, как ты там? Динора выросла в семье военнослужащих. Два ее брата тоже пошли по стопам отца. Сайфулло Хабибов – полковник милиции МВД Таджикистана. По его словам, любовь к военной службе у Диноры проявилась в раннем детстве. Порой видел, что у Диноры иногда брала вот вещи и в свою квартиру ставила. Потом вопрос задавалось, почему? То есть мой костюм в гардеробе у Диноры. И мама рассказывает, что вот она постоянно, каждый день, у нее день по два-три раза она одевает фуражку, подходит к зеркалу, дает честь, что-то говорит, шагает. Девочка живет и учится в пансионе в Москве, но в канун праздника она приехала домой на несколько дней. И вместе с мамой пошли посмотреть на новые достопримечательности столицы Таджикистана. Динора не приезжала несколько лет, и она уже не узнает город. Сейчас в Душамбе столько строек, город постоянно преображается. Вот мы пришли показать ей новую центральную площадь. Побывали и в музее, который расположен в архитектурном комплексе независимости. Учиться в пансионе Диноре осталось четыре года. Потом она планирует поступить в военно-медицинский институт. И только потом приехать в Таджикистан и служить на благо Родины. Абубакр Файзулоев, Парвис Манонов, МИР24.